Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие варианты временного трудоустройства предусмотрены для молодежи и как можно влиться в волонтерское движение? Об этом мы будем говорить сегодня и в нашей студии директор молодежного центра Самарский Ольга Петрухина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда подростки и молодые люди работают во время учебного года и в летние каникулы, какая-то разница есть? Это одни и те же специальности и рабочие места или все-таки чем-то отличаются? В связи с тем, что подростки в возрасте от 14 до 17 лет не имеют профессионального уровня подготовки и квалификации, то мы можем принимать их по следующим должностям. Это помощник специалиста, уборщик территории, помощник садовника, помощник почтальона, помощник вожатого, уборщик территории. Понятно, что перечень вакансий непосредственно в летний каникулярный период и свободное от учебы время одинаковый, но спектр работы дателей организации может быть различный, так как в летний период, скажем так, в некоторых организациях увеличивается фронт работы, и они более активно берут ребят в помощь. Это такие организации, как Ботанический сад, областная станция юных натуралистов, даже такие государственные учреждения, как пенсионные фонды районные. Если говорить уже о условиях труда, то согласно Трудового кодекса Российской Федерации, подростки в возрасте от 14 до 16 лет, то есть 14-15 летние во время учебы могут работать 2,5 часа в день, в пятницу 2 часа, и в летний каникулярный период до 5 часов в день, в пятницу в 4. 4, да, потому что все-таки считается, что летний каникулярный период более свободное время, а во время учебы все-таки основная форма занятости – это учебный процесс. И ребята, кому 16-17 лет свободное от учебы время могут работать до 3,5 часов в день, и в летний каникулярный период до 7 часов в день уже. А вы почувствовали всплеск интереса вот ближе к каникулам, и то, что количество желающих поработать временно как-то увеличивается или нет? Нет, конечно же, всегда четкая динамика, звонки, интерес возрастает уже, наверное, с середины марта, и это правильно, что и родители, и дети интересуются возможными вариантами занятости именно в летний каникулярный период. Сейчас как-то принято вообще планировать, да, и период отпусков, и все-таки период занятости, более несовершеннолетних детей, поэтому количество звонков вообще возрастает многократно. Вот даже если в сравнении, то за предыдущую неделю, за неделю мы трудоустроили более 50 подростков на временные рабочие места, уже с желанием поработать в июне месяце. Но вообще вы занимаетесь не только школьниками, вот эти рамки возрастные какие? Кому вы помогаете трудоустроиться? Ну, вообще, центр в целом помогает трудоустраивать молодежь в возрасте от 14 и до 30 лет включительно. Конечно же, основное направление – это организация занятости подростков в летний каникулярный период. На это есть у нас финансирование в рамках городских целевых программ, это и в рамках целевой муниципальной программы «Молодежь Самары». Также у нас есть организация временных рабочих мест для ребят, которые являются выпускниками начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет. Есть также непосредственно программа, которая предоставляет временные рабочие места ребятам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет. И так как, понятно, повторюсь, интерес большой для трудоустройства в летний каникулярный период, мы ожидаем поступления дополнительных субсидий из бюджета Самарской области, также на трудоустройство. Ну, это две большие разницы, как говорится, трудоустройство 14-летнего подростка и 30-летнего. Вот такой возрастной категории ближе к 30 лет. Вы чем можете помочь? Потому что это уже взрослые люди, которые, может быть, уже где-то поработали. И вот они к вам обращаются, тоже получаются? Тоже, да. Также специалисты центра формируют базу коммерческих организаций. Это база с теми вакансиями, которые есть в настоящий момент на рынке труда для студентов, для выпускников, для молодежи, которая ищет работу как бы повторно. На летний каникулярный период также для поиска обращается очень много студентов, очников. Работодатели сейчас предлагают возможные варианты прохождения стажировок, оплачиваемых. Также возможные варианты какой-то подработки с гибким графиком. Функционируют у нас такие направления, как школа вожатского мастерства, где ребят мы обучаем. И они уже непосредственно едут вожатыми в лагеря Самары, Самарской области, Краснодарского края. Все-таки с 18 лет. Но я хочу сказать, что вот работа с вожатым, это как бы, мне кажется, определенная какая-то отдельная категория, которая всегда такая отличается оптимизмом, жизнерадостностью, веселым каким-то настроем, положительными эмоциями. Вы когда отбираете, уже смотрите на эти качества личности, да, получается? Как-то вот сами ребята непосредственно с такими качествами, да, они идут. У нас школа функционирует уже очень много лет. Ведет замечательный тоже специалист Ольга Сергеевна. И поэтому из года в год, ну даже вот для факта, что сейчас середина мая, да, уже все определены, ребята, кто едет в какой лагерь, уже четко знают. Ну вот нужно же, это же ответственность большая, заниматься вот с детьми, следить за ними, там развивать и так далее. А вот навыки педагогического мастерства они где получают? Обязательно педагогическое какое-то начальное образование или не обязательно совсем? Не обязательно начальное педагогическое образование. У нас есть, значит, специальная программа, которая реализуется с февраля по май. Мы приглашаем различных специалистов в данной сфере. К ребятам приезжают также представители лагерей, методисты, юристы, психологи приходят, да. И занятия строятся один раз в неделю, по три часа. Далее практические занятия отрабатываются, и обязательно экзамены. На экзамены мы приглашаем представителей того иного детского оздоровительного лагеря. Куда непосредственно поедет этот вожатый. К нам поступает первый вопрос. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Скажите ваш телефон, и куда можно обратиться? Я хочу трудоустроить подростка 16 лет. Пожалуйста, находимся мы в Гагарина 86, это станция метро «Спортивная». Значит, телефон 262-52-47 и 262-52-48. У нас также есть свой сайт интернет, mc-samara.ru, либо через любой поисковик молодежный центр «Самарский». Также есть группа ВКонтакте, которая также называется «Молодежный центр «Самарский». И вся актуальная информация о возможностях трудоустройства представлена. На сайте также представлен полный перечень тех документов, которые необходимы для трудоустройства. Так как у нас трудоустройство официальное, мы заводим трудовую книжку. Запись в трудовую книжку обязательно фиксируется, это входит в зачет общего трудового стажа. Мы выдаем страховое пенсионное свидетельство, да. Но, опять же, повторюсь, документы собираются один раз, они действительно до конца текущего года. То есть, если ребенок захочет поработать еще раз, необходимо будет предоставить только копии некоторых документов, паспорт и копию лицевого счета. Получается, что и на размер пенсии это тоже будет влиять, если вот заводится? Конечно, да. Чем раньше начинаешь работать, да? Конечно. Но вообще, чем раньше начинаешь работать, это является всегда положительным моментом и для работы дателей. Это все же говорит об активности молодых людей, об их желании стремиться к профессиональной занятости, к самостоятельному становлению. Я всегда говорю, что это хороший и положительный пример в воспитании какого-то трудового навыка в семье. Это всегда возможность ребенку получить свои, собственно, заработанные деньги, правильно распорядиться ими. Мы проводили в прошлом году рейтинг популярности, куда подростки тратят заработную плату. Ну, это уже интересно всегда. Ну, конечно же, разные мнения были, но, грубо говоря, получилось у нас такие три основные группы. Первая группа ребят, которые приглашают всех друзей в кафе, в Макдональдсе, в пиццерии и на всю заработную плату угощают ребятам. Да, значит, в другую категорию ребят копят, как правило, на велосипеды, на сотовые телефоны, какие-то еще. Ну, и третья часть ребят, группа ребят, которые все-таки откладывают накопление для подготовки к школе, к учебному процессу, да, дают родителям какую-то часть, там, копят на отпуск дополнительно, или берут с собой деньги в отпуск. То есть, очень рационально молодежь у нас подходит. Да, вот я хотела бы тогда, пользуясь случаем, сравнить. Вот вы помните ваш первый профессиональный опыт, куда вы потратили первые заработанные деньги? А я скажу, какое у меня было желание, вот свою первую зарплату, как использовать, не помните уже? Ну, что-то потратила, мне кажется, я купила какую-то часть, там, книги, какие-то лаки для волос или что-то такое, да, но какую-то часть копила и какую-то отдала маме, это точно, я помню. Да, ну вот видите, да. А я хотела купить себе серебряное колечко, но когда получила деньги, не решилась. Не решилась, да жалко. Да, стало жалко тратить вот на такие украшения. И вот я хотела уточнить, потому что телезритель, который задал вопрос, все ждет. Конкретно для 16-летнего подростка, какие есть варианты, вот что можно предложить молодому человеку в 16 лет? Ну, опять же, мы посмотрим, в каком районе проживает ребенок, и постараемся подобрать ближайшую организацию к месту жительства ребенка, чтобы ему было удобно, да. Пожалуйста, это может быть, опять же, помощник специалиста в государственных муниципальных учреждениях, в общественных организациях. Ребята работают с документами, формируют архивы, тиражируют, ксерокопируют, да. Это может быть также помощник садовника. Ребята, повторюсь, да, работают в таких организациях, как Ботанический сад, областная станция юных натуралистов. Очень нравится, потому что это на свежем воздухе, туда он не один направляется ребенок. Там большая группа, большая компания тоже. С прошлого года мы ввели в вакансию помощник почтальона. Да, тяжело было на слух, но на практике оказалось очень результативно и хорошо, тоже ребятам нравится. И в этом году есть уже определенный спрос на эту вакансию. Ребята сортируют корреспонденцию, письма, да, раскладывают. То есть вот таким видами работ. Конечно же, у нас есть такие вакансии, как помощник вожатого лагеря дневного пребывания, но они только на июнь. Помощник библиотекаря. И, конечно же, уборщик территории. Но опять же, много раз говорим о том, что ребята занимаются действительно полезной, социально значимой работой. Они работают в ТОСах, на детских каких-то площадках, убирают спортивных комплексов. Также занимаются высадкой растений. Такого профиля. Вот скажите, такое впечатление складывается, что желающих много, а вакансий на всех не хватит. Как вот это можно отрегулировать? На самом деле, нет, вакансий достаточно много в каждом районе города. С нами сотрудничают более 150 организаций, работодателей по городу. Это достаточно большое количество. Ну, конечно же, чисто практически бывает, да, что, например, в одном районе, допустим, потребность трудоустройства очень большая, такая как в Красноглинском, да, организаций не так много, допустим. И центральные районы берут очень активность, такие как Самарский, Ленинский. Но потребность там, опять же, вернее, обращение со стороны ребят не такое большое, да. Поэтому мы сразу предупреждаем, что постараемся подобрать ближайшую организацию к дому. Но последний год вот я также замечала, что родители не привязаны к месту работы. Имею в виду, когда выбирают вакансию, они не обращают внимания, где находятся. Очень много звонков, обращений поступают от родителей с тем и того, что, наоборот, просят направить на промышленные предприятия с целью того, чтобы ребенок ознакомился и посмотрел. С целью как бы профвоспитания ребенка, да. Это тоже очень хорошо ориентировать, да, в выборе профессии, ориентировать вообще в ситуации на рынке труда. Да, это тоже очень радует тем, что родители все-таки заинтересованы в том, чтобы ребенок проводил свое летнее время с пользой нужным, да, потому что действительно это культура труда. Для ребенка это тоже новый коллектив, где взрослые тети и дяди, да. Это новый какой-то образец для подражания, да. Новое знакомство, новые контакты, новый, опять же, режим дня, выполнение трудовых каких-то функций. И ответственность, да, еще это очень... Если можно списать что-то там на возраст, еще что-то, то здесь уже, если профессия, то есть работа. Нет уже такого, что работодатель берет, ребенок просто отсиживается. Нет, везде работают, везде время не проходит зря. Действительно, работодатели, хочу им сказать огромное спасибо, они очень много вкладывают, если они берут ребенка на работу к себе, да, то очень много прикладывают сил, обучают, учат чему-то новому, показывают на своем примере, да. То есть результат на выходе нам нравится. А как молодой человек подбирает себе вот профессию? Потому что вы говорите, вот родители хотят одно, значит, он другое. А нет такого, как вот во взрослых службах занятости, вот тебе там пять вакансий не выбрал, то все. Вот как это все происходит? Мы совместно, приходит ли ребенок один, приходит ли он с родителем, выбираем ту вакансию, которая была бы ему, опять же, интересна. То есть интерес учитывается все-таки? Конечно, интересы, пожелания учитываются. Ну, а сейчас очень бывает, что мама хочет, чтобы ребенок работал помощником специалиста, красиво сидел, да, ребенок сам же говорит, что он... Я не подумал, что помощник машинист. Нет, специалиста, да. А ребенок нет, все же хочет где-то на свежем воздухе. Очень частая практика, очень частый пример, вот. Это тоже нормально у нас бывает. И из года в год вот кто поработал, они возвращаются на следующий год? Возвращаются, да. А материальная сторона какая, вот, так скажем, стоит овчинка выделки? Ну, как вы говорите, стоит всегда и все-таки в этом деле? Нет, материальная сторона тоже очень интересна. С 1 января минимальный размер оплаты труда вырос, и сейчас он составляет 5 965 рублей. Плюс ребята получают материальную поддержку Центра занятости населения городского округа Самары, она составляет еще 850 рублей. Понятно. То есть вот более 6500 рублей он может заработать в рамках наших программ. Конечно же, если ребенок как бы, ну, что-то не устраивает, у нас есть, опять же, повторюсь, база коммерческих организаций, где также подросток может поработать с промоутером, курьером, расклещиком объявлений. Но в основном это вакансии, которые предлагают в настоящий момент, берут сейчас ребят от 16 лет. Как-то вот сложилась сейчас такая практика, что от 16 лет постарше все-таки интересно. Ну, еще одно направление деятельности вашего Центра – это волонтеры, волонтерское движение. Они же работают бесплатно, да, здесь совершенно другой как бы уровень сознания и всего. Какой у них интерес и какие возможности в каком виде действовать, деятельности поучаствовать? Угу. Значит, по волонтерскому направлению у нас также реализуется ряд проектов. Но, опять же, сейчас как бы забегая вперед, в этом году мы сотрудничаем совместно с Самарским домом молодежи, который находится на проспекте Ленина-3, и центральный как бы волонтерский корпус находится там. Мы реализуем в настоящий момент ряд проектов, которые направлены на работу с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Также у нас идет ряд проектов по профилактике наркомании. Опять же, ребята-волонтеры реализуют проекты, и реализуют они на базе различных социальных приютов, школ, интернатов, просто в общеобразовательных учреждениях города, да. И вот в течение года приходят, занимаются. Тоже ребята определенной души, но могу сказать, что с каждым годом их больше. Больше, больше. Вливаются больше ребята именно 14-15-летнего возраста, да. Все-таки интерес вот отсюда войдет, вот эта возрастная группа. Да, и дальше они... Да. Уже когда вот вливаешься в это движение, очень, наверное, сложно... Да, да. Потом уже от этого отказаться. На начальном этапе, кто понимает, что это не его, он отходит, да. Основной костяк, он все-таки остается. И отдельная тоже актуальная тема – это трудоустройство инвалидов, так скажем, без лишних там каких-то маскировочных моментов. Как с этим обстоит дело? Потому что мы знаем, что и взрослые люди не все устраиваются на работу, они получают деньги. И живут, существуют на них. Вот как с молодежью? Вот какой-то момент перелома есть, что нужно? Понимают люди, родители, дети, что нужно работать? Особая, да, категория. Здесь также у нас есть ряд мероприятий. То есть к нам может обратиться подросток с ограниченными возможностями, взрослый, молодой человек. Мы также подберем возможные варианты. Первое, на что мы ориентируем, во-первых, у нас работает замечательный психолог-профконсультант, который может провести тестирование, индивидуальное, компьютерное, пожалуйста, и рассказать результаты, выдать заключение данному молодому человеку. Значит, если это подросток, то мы также можем предложить поработать в рамках наших программ. Но опять же повторюсь, что здесь время, мы подбираем время работы для каждого человека индивидуально, согласно медицинским показаниям, противопоказаниям, да, согласно, опять же, местопроживания, да, тех пожеланий, которые есть. Потому что со многими, что скрывать всегда, выходит мама на работу, тоже факт, мама, папа, кто-то родственники. Потому что первоначально сделать такой шаг для ребенка с инвалидностью очень тяжело, и мы это понимаем. Мы говорим о том, что мы не обязательно стремимся вас трудоустроить, там, на месяц, на все лето. Можно попробовать поработать одну неделю, да, как получится, обсудить это, обговорить между собой, да, привыкнуть к этому состоянию, что надо ходить на работу, да. На второй месяц можно две недели попробовать. Но главное здесь не останавливаться, обязательно вступать в социум, обязательно двигаться, обязательно общаться, обязательно взаимодействовать, потому что это все-таки развивает молодого человека. У нас был такой же опыт с ребенком, которого мы трудоустраивали в прошлом году с тяжелой формой аутизма. Направили в центр семья одного из районов города, замечательные социальные педагоги там занимались и с ним, да. То есть давали саму элементарную работу, что-то там сделать, поливать цветочки, просто, грубо говоря, перекладывать, ксеркопировать какие-то документы, самое элементарное. Но мама и сам ребенок вообще просто были неузнаваемы после двух недель работы. Мама говорит о том, что ребенок как бы поборол свой страх даже просто брать телефонную трубку и делать звонок в какую-то там организацию или своему другу, да. То есть это в любом случае очень положительный пример. И тяжело это морально, да, не только для ребенка, но и для его родителей. Те ребята, которым уже исполнилось 18 лет, они имеют какие-то, имеют определенный уровень подготовки. Также можно обратиться к нам в центр. Мы подберем временную работу. Временная работа будет заключаться в том, что мы направим в организацию, опять же, это может быть государственное, муниципальное учреждение, промышленное предприятие города. И этот молодой человек будет работать сроком до двух месяцев. Его задача зарекомендовать себя перед работодателем, показать, что он отличный специалист, что он очень ответственный, что он очень инициативный, да, для того, чтобы работодатель оставил его на постоянное место работы. Но я всегда говорю, это возможность также получить и рекомендательное письмо, это возможность также новых знакомств, новых контактов, да, это также ваша возможность взаимодействия в обществе. Ну вот здесь дополнительно такая ответственность сложится на работодателей. У них есть какие-то обязательства? И могут ли они отказаться взять такого ребенка, инвалида, сославшись на что-то? Или у вас какая-то договоренность? Ну у нас, значит, если говорить конкретно по нашим программам, которые мы трудоустроим, то мы, да, с организацией заключаем соглашение о совместной деятельности по организации временных рабочих мест. Но может быть там один случай на 50, что не сошлись, да, ребенок с ограниченными возможностями и работодатель. Но мы как бы заранее стараемся исключать эти моменты, проговариваем и работодателю, кто придет на работу, и готовим непосредственно молодого работника. Это тоже факт. Но вообще в перспективе увеличен все-таки, да, закон о квотировании рабочих мест. Непосредственно раньше приходился один человек с ограниченными возможностями на 100, да. То есть сейчас практически в три раза сократили данную квоту. Это говорит о том, что все-таки работодатель в дальнейшем обязательно будет заинтересован в приеме на работу, на работу молодого специалиста. Здесь, опять же, инициатива стоит за молодым человеком. Обязательно нужно как бы готовиться к тому, что ты будешь работать в той или иной организации, посещать различные мастер-классы по прохождению, собеседованию. У вас в центре они проводятся даже, да? Здесь есть и в центре, да, очень много. Сейчас город предлагает возможности, и центры профессионального образования, и центры занятости населения. Наши учреждения предлагают всевозможные мастер-классы, да, и по цели, полаганию, по поиску работы, по составлению резюме, даже для ребят, которые имеют форму инвалидности, да, пожалуйста. Ну вот есть несколько, так скажем, категорий, степеней инвалидности. Вот вы с какими работаете? Потому что, может, желание есть у инвалидов работать, а вы уже, как скажете, от этого откажетесь? Нет. Здесь мы, да, приглашаем для трудоустройства абсолютно всех ребят с различными формами инвалидности. Если ребенок все-таки, это и ребенок, он не выбрал, да, еще раз повторюсь, с ними работают психологи, они применяют очень современные методы формы подбора работы, очень хорошо реализуют современный подход по практике хочу, могу и надо, да, хочу, что ребенок хочет, могу, что может, и что надо рынку труда. То есть все-таки сейчас ориентация идет на это. Психологи также подбирают различные виды каких-то форм занятости, которые также ориентируются на ограничения молодого человека, да. То есть если это, значит, ограничение, скажем так, по зрению, то это хорошо, операторы на телефон, да, все-таки работают. Уже перечень профессии есть. Да, уже есть, да, разработаны и перечень, и категории, куда можно направлять. Также у нас специалисты владеют информацией, где можно получить образование, опять же, в тех учебных заведениях, которые специализируются, где можно получить дополнительное образование. Очень много возможностей предлагают сейчас в рамках обучения, переобучения центра занятости. То есть мы как бы синформируем. Добро пожаловать к нам, мы готовы общаться и взаимодействовать на этом. Потому что вот есть такое мнение распространено очень, что молодежи очень сложно устроятся на работу. Главное не закрываться. Да, вот вы его можете опровергнуть даже сегодня, потому что на самом деле, ну мы говорим о том, что не только вот совсем дети, подростки могут найти работу, но вы занимаетесь и взрослыми людьми, наверное, организуете ярмарки-вакансии. Какие там возможности есть и как вы можете оценить эффективность этих мероприятий? Потому что одно дело, ну провести, и второе, ну прошли, посмотрели, все разошлись. Да, да. Значит, что касается ярмарок молодежных вакансий, проводим мы их регулярно на базе учебных заведений города. Ближайшая ярмарка состоится 27 мая на базе Кинаполисная, 23, где непосредственно мы приглашаем. Конечно же, основная тематика будет посвящена летней занятости, но очень много работодателей будут, которые предлагают работу выпускникам без опыта работы или там с минимальным опытом работы. Если говорить конкретно по ярмарке, то, конечно же, мы приглашаем работодателей, которые заинтересованы в молодом персонале. Опять же, здесь должна быть инициатива от самого соискателя, да, приходить не пустым на ярмарку, не пробежаться мимо работодателя, а прийти к подготовленным с определенным количеством резюме, чтобы непосредственно оставить это резюме работодателя. Работодатель сейчас, конечно же, имеет такую практику, как формирует банк резюме, да, то есть он набирает эти резюме, и когда необходим ему тот или иной специалист, он достает это резюме. То есть отчаиваться сразу не нужно, что вот не перезвонили, нет, да. Чем больше непосредственного резюме раздадите, тем наверняка больше шансов того, что какой-то резюме выстрелит. Если все-таки не получилось, не нашел, у нас есть сайт jobfest63.ru, где непосредственно также в режиме проведения ярмарки вакансии онлайн молодой человек может подать заявку, и наш специалист в центре ему подберет уже необходимые вакансии, либо сделает рассылку по работодателям непосредственно на его резюме. В последнее время отмечается тоже такой интерес к возрождению рабочих специальностей. Вот у нас национальный чемпионат недавно в Самаре прошел в WorldSkins. Скажите, вы как-то в этом процессе задействованы, и вот это старое слово профориентация, да, вот сегодня тоже входит, наверное, опять в моду, и что делается в этом отношении? Потому что действительно и зарплаты хорошие, и работу можно найти, потому что рабочих специальностей очень много вакансий. И действительно социальных льгот, да. И получить высшее образование потом никто не запрещает. Да, да, и социальных льгот очень много. Конечно же, мы ведем большую работу, и опять же спасибо большое тем промышленным предприятиям, которые как бы отзываются на наши вообще проекты, участвуют в них очень активно, это и завод приборных подшипников, и Авиакор, и Теплан, это очень много. Мы направляем туда ребят и подростков для работы, и выпускников начального и среднего профессионального образования, и с ограниченными возможностями, а также проводим, организуем экскурсии на предприятия, да, опять же тех ребят, которые заинтересованы непосредственно в трудоустройстве, именно вот по рабочим профессиям, по рабочим специальностям. То есть совместно уже с предприятиями работаете? Совместно, да, да, да. То есть тут тоже большая активная работа ведется. Пожалуйста, все желающие могут оставлять заявки, да, и как ближайшая группа будет сформирована, мы обязательно... Ну и у нас остается буквально минутка, напомните, пожалуйста, ваш телефон еще раз, и накануне, вот перед каникулами летними, куда можно обратиться и на какие возможности, варианты рассчитывать. Хорошо, значит, обратиться можно Гагарина 86, это станция метро «Спортивная», номера телефонов 262-5247, 262-5248, наш сайт в сети интернет mc-samara.ru, пожалуйста, в группе ВКонтакте «Молодежный центр Самарский» мы предлагаем всевозможные варианты, конечно же, актуально на летний период для подростков от 14 до 17 лет, для студентов, и ребят всех приглашаем на ярмарку 27 мая, которая состоится в Кеннабе. Спасибо большое за такую подробную информацию, действительно, вы заинтересовали, мне кажется, кто увидел, прямо захочет к вам прийти и работать летом, и зарабатывать деньги. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!